еще раз всем добрый вечер я вас рада приветствовать и сейчас хочу вам рассказать интересную историю которая веселая которая изменит сегодняшнее мое вечернее настроение и дай бог если поднимет его вам настроение и так речь пойдет о цене и себестоимость я была совсем маленькой и бабушка учила меня уму-разум она мне рассказывала такие интересные вещи которые скорее всего не родители не бабушки не рассказывают своим детям дескать зачем ребенку это знать мне еще шести лет наверное не было когда бабушка поведала мне что значит цена а что значит стоимость и рассказала она мне это на примере бутылки с газировкой стояла стекла стеклянная бутылка из-под газировки на столе мы сидели на кухне и она мне говорит а ты знаешь на то что в магазине за эту бутылку мы платим 12 рублей я говорю 20 она говорит это 20 она стоит вместе с газировкой то есть сама газировка 8 рублей и 12 рублей бутылка но я смышленая росла девочкой практически за год до школы и я говорю так это что получается что газировка дешевле чем сама бутылка она говорит да нет по себестоимости бутылка стоит полторы копейки а вот цена ее чтобы люди ее вернули в магазин завышена до 12 копеек потому что ну ты же не понесла бы не не папа не мама не я бы не понесли сдавать эту бутылку в магазин это нужно время это нужно пойти это нужно их собрать там туда сюда тяжелое они стекло а вот 12 копеек мы конечно же пойдем и сдадим и вот с тех пор у меня вот это бабушкин рассказ он у меня сидит в голове нет нет да я вспоминаю об этом как и однажды жилось мне не сладко жилось всяко разное я и был период что я и бутылки ходила подбирала собирала всяко было в жизни и мне было не стыдно совершенно но надо было кормить надо было поить и 20 копеек стоила бутылка из-под молока стеклянная большая 15 копеек бутылка стеклянная широким горлышком из-под кефира и 12 копеек это вот стекло до минеральная вода там боржом либо ситро там вот газировка да лимонад там буратино какой-то там еще что-то вот так так такие напитки сладкие и вот меня под собралось прилично этих бутылок и зима была я взяла санки посадила на санки влада тогда младший в смысле старший игорька младшего еще не было посадила его на санки водрузила там на переднюю часть санок ноги ему раздвинула там он что-то там гундит я говорю не гундеть я говорю едем все я тебя дома не могу оставить мне надо бутылки сдать нам надо купить 400 грамм масла в руки давали 400 грамм масла надо же купить вот а мы с тобой вдвоем получим 800 грамм масла и вот поехали в магазин гастроном жили мы тогда на кинотеатре юбилейный в красноярский магазин этот юбилейный приезжаем туда там я знала что там есть окошечко прием стеклотары кошечка часы приема и так далее я все четко знаю подхожу туда а там окошечко закрыто и объявление тары нет у нас же как у нас же это прямо прямо такая знаете как громогласная такая фраза она в то время была красным словцом нет тары и все дела и тут я зима мороз ребенком с этими бутылками приперлась в магазин заволокла эти санки кто-то там орал там что куда ты с ребенком прешься с этими санками мне было всегда все равно кто там что орет я его в поле зрения подтянула санки так что вот это окошечко где там принимают бутылки я его вижу да вот он там на санках стоит спинка это железная все время сваливалась там все время как-то она там у нас плохо держалась со мной я его как-то там зафиксировала смотрю сидит все я думаю ну что мне делать мне я буду не я если я сейчас упрусь отсюда обратно с этими бутылками с ребенком по морозу да еще потом домой на третий этаж буду подниматься нет я к директору в кабинет тук 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 здравствуйте здравствуйте открываю она говорит вы к кому я говорю к вам и ей прямо на стол бог свидетель и прямо на стол хламыс эту значит сетку знаете то сетки то тогда были такие они сохранились до сих пор ретро такой вариант я когда программы веду какие-то нет нет я с такие сетки я использую их мне господи где ты взяла на антресолях это важные вещи антресоли они всегда хранят такие богатства у нас у каждого у каждого и вот я эту сеть ищу значит ей бабах с этими бутылками что вы себе позволяете я говорю я советская гражданка я выполняю долг государства бутылка стоит полторы копейки я за нее заплатила 12 в вашем магазине купила все это вот я вам их и возвращаю а то что у вас там тары нет или там работать у вас там некому или еще там что-то у вас меня это не интересует директор магазина вы я она на меня так смотрит я вот так вот вы и принимайте мне как тару привезут так тару и переставите я говорю я отсюда с бутылками обратно не уйду она посмотрела выдержала паузу и прекрасно поняла что я отсюда действительно не уйду с бутылками она у меня все приняла написала на бумажке на кассе выдать такую-то сумму все посчитала и мы счастливы и довольны и встали в очередь за сливочным маслом отстояли очень долго но по крайней мере мы его купили и счастливы и спокойны всего лишь с 800 граммами сливочного масла уже без бутылок на саночках приехали домой так что вы не спешите когда вам говорят нет хотя должны бы сказать да не спешите соглашаться с этим нет попробуйте все-таки поспорить тем более что мои аргументы были железобетонные полторы копейки бутылка а я советская гражданка заплатила 12 копеек какое она право имела не взять у меня тогда партия ленин комсомол ее бы там по всем статьям кто его знает кто и такая а вот у меня всего вам доброго счастлива